доброго времени суток друзья вы на канале ашот news 2 вы думаете что самая древняя нация на планете претендует только на вашу культуру кулинарию и территории конечно же нет это хворь планеты претендует на все что ей по вкусу как известно армяне веками не имели своей государственности и жили среди других народов поэтому свою историю им приходится выдумывать присваивая все что только можно в том числе и символы якобы своих государств особенно если эти символы раскрученные пользуются известностью в мире грузинский флаг с пятью крестами сегодня хорошо узнаваем во всем мире и является одним из главных символов грузинского государства и было бы странно если бы армянские фальсификаторы не предъявили на него право тем более что даже флаг и герб еревана они нагло украли присвоив себе символ династии катшаров правивших в азербайджанском ереванском ханстве до его присоединения к российской империи в частности претензиям армянских фальсификаторов на грузинский флаг посвящен материал под громким заголовком грузины присвоили киликийский флаг на армянском сайте ссылку на этот сайт я размещу под этим фильмом чтобы зомби хая с пеной у рта не обвиняли меня во лжи и так привожу выдержку из этого материала грузия национализировала флаг армянского киликийского царства однако институту истории национальной академии наук армении от этого не холодно и не жарко известно что существуют правительственные ученые историки которые знают происхождение и принадлежность киликийского флага марибар сигян ханджан справедливо пишет что если грузины сегодня беспрепятственно присвоили флаг киликий то что им помешает завтра объявить о прямой исторической связи с армянской киликий в этом материале ложь все от начала до конца никакого армянского киликийского царства как суверенного государства в истории просто не существовало были армяне проживавший на исконно турецких землях киликий с хронической тягой к предательству и благодаря тому что они часто меняли хозяев им одно время удалось стать влиятельными на этой территории европейцы даже начали называть их предводителей королями но независимости и государственного суверенитета у киликийских армян никогда не было они признавали себя подданными то византии то сельджуков то крестоносцев то монголов в конце концов с распадом монгольской империи египетские мамлюки положили конец играм киликийской армянской группировки присоединив киликию к своим владениям именно от того что киликийские армяне долгое время были проводниками агрессии крестоносцев на ближнем востоке они и начали пользоваться образно говоря трофейными символами в том числе и символом и иерусалимского королевства крестоносцев так называемым иерусалимским крестом который как раз изначально был грузинским символом дело в том что присутствие грузин в иерусалиме насчитывает более полутора тысячелетий главным духовным центром грузин в иерусалиме был монастырь святого креста или крестовый монастырь по грузински джвари именно по аналогии с этим монастырем возле древней грузинской столицы мцхета был также построен монастырь с аналогичным названием грузины связаны с иерусалимом с 4 века согласно легенде и иерусалим посетил со своей свитой сам царь мириан именно он купил участок земли в иерусалиме где позднее был возведен знаменитый иверский крестовой монастырь грузины в отличие от других крестьян имели право въезжать в иерусалим с оружием на конях и со знаменами и главным знаменем у грузин как раз было знамя на котором был изображен иерусалимский крест поэтому нет ничего удивительного что захватив иерусалим крестоносцы присвоили этот грузинский символ иерусалимский крест и начали выдавать его за свой а потом уже у крестоносцев иерусалимский крест попытались присвоить себе армяне и в дальнейшем есть масса сведений о том что иерусалимский крест был флагом грузии в частности доказательством тому служит свидетельство карта венецианских картографов братьев пиццы гани 14 век на которой территория грузии отмечена флагом с красным иерусалимским крестом нынешние попытки армянских фальсификаторов присвоить себе древний символ грузии ее флаг с иерусалимским крестом могут быть очень опасными особенно с точки зрения все более наглых претензий армянских националистов на грузинские территории и на грузинские святыни пока я готовил эту тему мне в голову пришла новая молитва пусть господь бережет всех от соседства с армянами аминь